Хусейна Кушагова, дорогие друзья, мы увидим очень скоро, 25 мая, но об этом чуть позже. Давайте послушаем Александра Загорского. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, послужной список, возраст и рост бойцов на ваших экранах только что были. Михаил Колобегов, Петр Штрус. Все должно быть очень-очень интересно и увлекательно. И началось. Перчатки с синим скотчем. Польский боец, перчатки с красным скотчем. Михаил Колобегов. Есть преимущество в росте у Петра Штруса. Штруса. Штруса, прошу прощения. Да, 5 сантиметров. Его заявленный рост выше соперника. Ну посмотрим, сможет ли он как бы воспользоваться. Штраус, это Вена. Это предыдущий турнир. Венские вальсы, да. У нас Сибур-Арена, Санкт-Петербург. ICB 61. Совершенно верно. Противостояние Славянская. Россия против Польши. Хорошо попадает Михаил навстречу в стойке. Мы видим, что бойцы пока не спешат переводить ситуацию в партер. Ну и пока так с дистанции отстреливается Петр Штрус. Видим, длинный левый прямой. После него время от времени он выбрасывает вот этот правый кросс. Оба бойца вышли в октагон после побед. Настроение. Опа, хорошо попадает сейчас Колобегов. Вот если бы был сократить немножко дистанцию с ударом и добавить, могло бы быть более, более драматично все и интереснее. Продолжается, продолжается поединок. Также продолжает давить Михаил Колобегов. Поддавливает, лишает пространства. Хороший боковой и вставляет колено Колобегов. Еще. О, хорошо. Хорошо. И вот здесь попал по туловищу, мне показался коленом, Михаил Колобегов. Тебе не показалось, коллега, он попал. Но Петр Штрус опасен, опасен, огрызается. Он не будет сдаваться ни в коем случае. Но вот клинч скорее на руку, на руки и на ноги польскому бойцу однозначно. Мне кажется, оп, колено, короткое колено от польского бойца в клинче. Возможно, ищет, ищет момента здесь Михаил Колобегов как раз-таки для перевода в партер. Но в стойке у Михаила, в принципе, все хорошо. Летит в этом раунде, по крайней мере, в первом. Смотрите, практически не работают ногами, не бьют ногами. Выбросил Штрус несколько лоу-киков в самом начале, но вот сейчас перестал практически работать он ими. И встретил Колобегова. Встретил джеб. Такой почтальон от Штруса. Не заряжайся, кричат Михаилу угловые. Призывая его работать чуть-чуть быстрее и полегче. Выбрасывать удары, не стремиться бить акцентированные удары, которые видны. Пришел в себя польский боец. Смотрите. Раз за разом он выбрасывает джеб. На мой взгляд, Михаилу нужно сокращать дистанцию, а поляку как раз-таки с дальней работать более выгодно. Слово попадает двумя ударами Михаил. И еще раз добавляет. Вот хорошо здесь накатил Колобегов. Отвечает Петр Штрус, но здесь сблокировал. Видел эту атаку Михаил. Лоу-кик от Штруса не достигает цели. Минута с небольшим до окончания первого раунда. Взяли паузу оба бойца. Видимо, ждут ошибки соперника. Пошел первым Штрус. Левый боковой от Петра. Отвечает Колобегов. Стал так четче работать передней рукой Штрус. Попадает сейчас справа Михаил Колобегов. Отвечает левым боковым Петр Штрус. Больше, больше ударов, наверное, скорее всего, нужно для Колобегова. Больше давления. Однозначно, да. Мало вот этих одиночных попаданий. А Штрус, по-моему, так пристрелялся и неплохо встречает боковыми Колобеговым. Ну и надо отметить, достаточно легко передвигается на ногах Петр Штрус. Очень быстро подвижен. Но он понял, что в стойке с Колобеговым работать можно. И снова его почтальон. Два удара с передней и с дальней кросс. Подключает лоу-кик Петр Штрус. Заканчивается первый раунд. Весьма-весьма конкурентный. Первая. Первая. Пятиминутка позади. Пятиминутка позади, да. Пятиминутка позади, да. Весьма-весьма конкурентный. Сейчас до сих пор вот это Lin cũng Aha. Пятиминутка позади. Весьма-пятиминутка. Пятиминутка. Весьма-пятиминутка. Оставай п Знать desarrollisy certified музыка-пентиминутка. Весьма конкурентный поединок Ничего здесь естественно не ясно Прошел весь первый раунд у нас в стойке Да, был размен Очень много ударов с дистанции Наносит Петр Штрус Большое количество работы передней рукой Но мне кажется здесь Очень важен настрой психологический На мой взгляд Немножечко поляк так Поувереннее себя чувствует Вполне возможно Мне показалось в начале первого раунда Стушевался, подзажался А потом почувствовал свой бой Нащупал свою дистанцию И начал работать А вот как раз таки Михаил Колобегов Немножко сбавил обороты Лоу кик от Михаила наконец-то Больше ударов хотелось бы видеть Я думаю Болельщикам Михаила Вот хорошо попадает Но смотрите как здорово встречает Штрус Если по ударной мощи Михаил Колобегов мне кажется Немножко превосходит своего соперника То именно по скорости Здесь впереди наверное Петр Штрус И это ему помогает Как пропущенный удар был Авструса было в предыдущем эпизоде Ну если Михаил Колобегов Баррера Так надо показывать Попытка перевода в партер От Михаила Внезапно Внезапно да Забирает он ногу И переводит И переводит в партер Но смотрите Удается подняться Петру Штрусу Но тем не менее Контроль за Михаилом пока еще Но с другой стороны Огрызается Огрызается польский боец Широко расставляет ноги Все прекрасно Он понимает Партер Петру Штрусу Совсем не хочется Вы слышите У главных Михаила Поджимай Поджимай Но вот здесь Не помешали бы колени Разрывает Клинч Поляк И снова он выходит В центр октагона Да у нас Продолжается поединок В стойке Лоу кик От Петра Штруса И лоу кики Достигают Цели Лоу кики Те которые наносит Петр Штрус Я слышу Что советуют Михаилу Колобегову Сменить Акцент Атак на первый этаж Работать по корпусу Но кстати Не помешало бы Вполне возможно И Опа Удар ниже пояса И есть 5 минут На восстановление Михаила Колобегова Ну здесь чисто боевая ситуация Не было никакого резона Петру Штрусу Бить намеренно Ниже ватерлинии Продолжение следует... Третий раунд, дорогие друзья, в этом поединке, в котором ничего еще не ясно Очень-очень близкий, очень конкурентный, очень такой, я бы сказал, наверное, и для поклонников Михаила И для поклонников Петра такой качельно-валидольный бой в какой-то степени Ну, если брать статистику, попадает два удара Петр Штрус Если брать статистику, то из последних, заключительных своих шести боев В пяти боях Михаил одержал победу досрочного в первых раундах Попадает сейчас Колобегов, уклонился от встречного удара Петра Штруса Больше, больше, да, ударов, когда выбрасывает Колобегов, его удары чаще достигают цели Вот опять боковой и колено от Колобегова Ну, крепкий, крепкий поляк, нужно признать Петр Штрус молодец, и по корпусу, и тут же добавляет лоу-кик Петр И тут же накатывает Полька ударов пропустил польский боец, и тут же контратакует Вот шанс для Петра Штруса сейчас был Перекрылся тут в глухую Михаил Колобегов Ну, оставил открытым корпус, вот не успел воспользоваться И вот уже пополька была, да, от Петра Штруса Будет ли переводить партером? Может забрать спину Петр Штрус И есть еще время во втором раунде Минута с лишним Это колоссальное количество времени Такое ощущение, что слегка обескуражен Михаил Колобегов Чуть-чуть просел он функционально Ну, есть пространство и время для Петра Штруса поработать Колобегов этих ударов не видит, соответственно Тут вопрос, насколько устал польский боец Третий раунд Поединок весьма плотный Да, и вот сейчас вот к концу второго раунда Такая ситуация Будет ли обострять и пытаться финишировать Второй раунд, конечно, второй, да Ну, в любом случае, это активность для Петра Штруса Он контролирует бой, это его преимущество Вот он практически забрал спину И даже если для него этот раунд закончится в таком положении Я думаю, очень неплохой для него результат для польского бойца А вот Михаилу надо выходить отсюда Концовка раунда и концовку, в общем-то, поляк забирает И, как обычно В таких ситуациях Третья пятиминутка окажется решающей И для Михаила, и для Петра И для Михаила, и для Михаила, и для Петра Штруса Финальная пятиминутка В этом очень напряженном поединке Банально, но факт Петр Штрус против Михаила Колобегова Средний вес, рисовая категория до 84 килограммов Сложная была концовка для Михаила Колобегова Второго раунда Поляк ее забрал Давайте назвать вещи своими Абсолютно верно Попадает несколько ударов ногами Петр Штрус Попал он лоу-киком И на выходе из клинча добавляет боковой Штрус Мне кажется, сейчас психологическое преимущество на стороне польского бойца И такое ощущение полностью освоился в бою Петр Штрус Да, он все, он видит, что в принципе удары Колобегова он держит Сам может попадать тоже Многие из них он видит и успевает защищаться Не так много и пропускает И даже пытается идти в партер Но он сейчас практически отдал шею Но освободился достаточно свободно И мы видим клинч у сетки Разворачивает Михаил Колобегов соперника Спиной к сетке Ну а легко выходит отсюда Петр Штрус И два джеба подряд от польского бойца навстречу Двигаться призывают у главы Михаила Колобегова Ну вот немножечко, мне кажется, не успевает за поляком Михаил Штрус очень хорошо работает джебом И добавляет правый боковой Отвечает Михаил Пошел вперед польский боец Хороший размен Да, и пропустил зуб тоже Попал тут Михаил Колобегов Очень неплохой правый удар Михаилу нужно включать Барреру Если прозвище Баррера Так, пожалуйста, покажи Мексикан Стайл Ниже пояса опять Ниже пояса, да, здесь был удар Причем второй раз За поединок Но если в первом случае Там был чисто боевой эпизод Вполне возможно сейчас рефери Давайте смотреть повтор Что здесь было Так Ну вот у меня ощущение, что Чуть-чуть даже выше в область корпуса, да, попал удар Да, под солнышко где-то примерно Может это было видно с этого ракурса Откуда нам было снято Показано В любом случае был рефери близко Я думаю, ему было виднее Но рефери дает сигнал о продолжении поединка И мы видим, бой продолжается Огромное количество времени еще В третьем раунде Две минуты Пятьдесят секунд Переводит в партер Толобегов своего соперника Вот здесь можно забирать спину Было Михаилу, но не удалось Поднялся Сейчас Петр Штрус и у нас клинч у сетки Локти по спине Петра Штруса В общем-то логично Я так понимаю, что Михаил хочет перевести все-таки Польского бойца в партер Да, абсолютно верно Я думаю, понимает Колобегов, что не все получается у него Далеко не все у него получается в стойке И он пытается изменить Ситуацию Ситуацию в октагоне А Штрусу партер совершенно не нужен В стойке он освоился Большая часть ударов Штруса достигают цели Вот опять сдвоенный джеб от Петра Может быть это не такой и тяжелый удар Но все равно очень неприятный И общий тоннаж, конечно же, сказывается Плюс очень часто атакует право еще в догонку потом Петр Штрус Совершенно верно Гораздо сейчас активнее польский боец У главы Михаила Колобегова призывают своего подопечного К работе Но вот взял паузу Михаил Гораздо активнее польский боец Опасно бьет колено Была попытка нанесения коленом в голову от Колобегова Но успел защититься Штрус Оттянулся он немножко А вот и колено от Штруса И снова джеб, который он вколачивает, вколачивает постоянно И правый боковой от Петра Штруса Заканчивается третий раунд и поединок Меньше минуты осталось до конца У нас размен стойки На мой взгляд, уже пора рисковать Михаила Колобегова Больше у него не остается вариантов победить Ему нужно идти обострять На мой взгляд, все же Получше в стойке сейчас выглядит Петр Штрус Ну и где-то побыстрее И мне кажется, больше сил осталось у Петра Штруса Согласен Немножко он выглядит посвежее своего соперника Тают секунды в этом поединке Короткий клинч мы с вами видели Вот колено Попадает Штрус Отвечает Колобегов Поединок закончен Ждем судейского решения Редактор субтитров А.Семкин Продолжение следует... Кэрб Дин готов поднять руку победителю в этом поединке. Напомним, у нас завершился бой между Петром Штрусом, Республика Польша и Михаилом Колобеговым, Российской Федерации. Близкий бой. Достаточно близкий поединок, да, но и мы ждем судейского решения. Судейского решения мы ждем, конечно же, да и вы тоже, я думаю. Как настоящий патриот своей страны с польским флагом на плечах Петр Штрус. И сейчас Александр Загорский. Вот так решили судью. Да, и раздельным решением судьи принимают решение, что в этом поединке одержал победу Михаил Колобегов.